Друзья, всех приветствую на канале Строй Дом своими руками. Помните, эту веранду мы делали с вами пару выпусков назад, а может быть даже в прошлом выпуске. Я не знаю, когда этот видос выйдет, но задача осталась по-прежнему сделать еще вот эту веранду, сделать за ней веранду и сделать те остальные стены. Я принял такое решение, что я буду показывать вам все, что происходит у нас на стройке. То есть это же у нас как бы видеодневник. Вчера я начал уже делать каркас, но вчера такая погода была отвратительная, что я не стал ничего снимать, просто работал. Ну а для тех, кто подписан на наш Дзен и Телеграм-канал, я показывал, что вчера еще ко мне тесть приехал, срочно было дырочку заварить на глушителе его автомобиля RAV4. Причем 2006 год, машина вроде как не сильно старая, ну по сравнению с моим 2003. Короче, в конечном итоге мы разобрали, а там живого места нет. Но мы выкрутились из положения, кто подписан, еще раз говорю, вы все видели. Кто не подписан, можете подписаться и посмотреть, там остались отголоски этого видоса. Поэтому время потерял вчера, потом погода испортилась, и вот что успел, то успел. Сейчас я вот так привариваюсь, и у меня конструкция держится. Ну и далее, братцы, нам нужно сделать с вами несколько отверстий вот в этом профиле, чтобы прикрутить его к уже действующей стене из хауберга. Имеем сверло, но у меня сели все аккумуляторы на шуруповертах. Но хорошо, что Денис Владимирович запасливый парень, и у меня новый бесщеточник. Надо штуку прикрутить, удобно вешать на карман. Что вам, надо что-то рассказывать, или вы все сами понимаете? Ну бесщеточник, друзья, говорит сам за себя. Это, ну, это пушка. Вот это крепко. Это, я понимаю, мужик работает. Все, сыноч, пойдем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Сказал, что слова будет мало, но хочется ответить, потому что где мы еще с вами пообщаемся, как не здесь. Вчера в комментариях какой-то очень видный деятель написал мне о том, что зачем ты, говорит, одеваешь уши такой неженкой, что ли? Дружище, я советую тебе и очки не одевать, потому что по закону естественного отбора эволюционировать должны только адекватные. Вот как мы все сделали. Сейчас будем пристреливать пистолетом вот эти крепления, которые я поставил, все простреляем, тут они и снизу есть, поэтому это все законтрагается и будет все классно готово. Сейчас небольшой перекур, перерыв. Давай там заканчивай, пойдем покушаем. А покушаем, знаете какой прикол? Мы же гриль взяли, обалденный. И на нем мы завтраки делаем, и обеды, и все. И сейчас мы будем делать medium well отбивную. Короче, стейки сейчас будем жарить, сейчас покажу. Это новое наше увлечение. У меня Женька сейчас это все готовит. Так вот, у нас сегодня грильный день. Утром мы готовили оладушки или как их назвать, ну вот посмотрите на видео. А сейчас мы будем делать, Женя, что это? Стейки называются, правильно? Да, мы будем делать стейки сейчас. А вечером мы сделаем еще и шаурму, шаурму, вишаверму. Ты сейчас переставляешь на насадку для гриля. Да, все верно. Вот, как все просто. А, кстати, друзья, смотрите, здесь в комплекте еще был щуп для проверки температуры. И, когда ее так закрываешь, смотри, можно еще вот так заблокировать. А это чтобы... Это чтобы развернуть на 180 градусов ее. Никита Денисович, вы готовы, дружище? Смотрите, что касаемо инструкции. Мы сделали мясо, оно похоже на то, что на картинке, только пока не зажарено. Нам необходимо сейчас включить гриль в розетку. Далее нажать на кнопочку ON-OFF. Мы выбираем сын, что будем готовить. Смотри, есть 4 варианта. Medium Well, это немножко кровишки будет в стейке. Well Done, это полная прожарка. И есть еще Medium Rare. Больше крови. Вот, выбрали. Нажимаем на выбор. Все, начинается нагрев нашего аппарата. Теперь мы берем стейк и в стейк мы должны воткнуть наш щуп. По нему мы определим, когда будет готовность. Вообще, на самом деле, наверное, нужно было по одной здесь размещать, но мы сделаем это вот в таком ключе. Все, закрываем аппарат. Никита Денисович наблюдает за процессом. Ему интересно, как будет все это дело готовиться. По инструкции вроде все правильно. Кстати, друзья, если интересно, Walmart S805 Monolith моделька. Можете загуглить ее. То есть, получается, когда температура внутри стейка дойдет до необходимой температуры, понял? А внутри стейка температуру мы понимаем по тому щупу, то аппарат скажет, ребята, еда готова. Приятного вам. Аппетита. Короче, готовский, сейчас все будет. Понял? Прикольно. Ну, вафли-то тебе как зашли, нет? Вафли прикольные. Хорошие? Да. Сыну вафли понравились. А шаурму будем делать вечером? На ужин сегодня, да? Сегодня у нас день грилей. О, сын, держи, я буду вытаскивать. Смотри, мамочка наша любимая приготовила картошечки. Мы сразу вот так, смотри, так красиво кладем. Открываем. Вот так, хоп. Смотри, все, готово. Класс. Братцы, ну это же просто прекрасно. С красным перчиком, с моим любимым. Ну все. Семья, давайте кушать и работать. А это наша утренняя, кстати, вкусняшка. Значит, продолжаем разговор. И теперь я все это начинаю фиксировать к бетону. Класс, да? Братцы, кстати, совсем забыл вам сказать. Дзен, ссылка под видео. Я буду разыгрывать там мед. Очень много меда. Будет специальный видос именно на Дзене. Для тех, кто на нем уже подписан, вот, они увидят. Кто не подписан, не увидят. Поэтому, друзья, ссылка под видео. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. И скоро будет розыгрыш. Угощу сладким медком. По-моему, прикольно. ПО-моему, прикольно. ПО-моему, прикольно. К вопросу о веранде, которую я уже делал. Посмотрите. Видно, как защищена нижняя часть. Это спецсоставом, который я вам уже рассказывал, где взять. Так, что будет дальше? Теперь мы сейчас пройдем весь периметр нашего дома именно таким же самым путем. Все это дело покрасим. Ну, то есть, вот этим спецсоставом. Он дает возможность защиты как будто полиэтиленовым составом. То есть, наносишь его, он сначала жидкий. И после какого-то времени он становится прям как будто целлофан наклеили на деревяшку. Так он и называется. Бассейн из дерева. То есть, если все у избишку покрасить, можно бассейн собрать, и она будет являться его стенками. Вообще без проблем. Так, ну мы не об этом. Что я буду делать дальше? Покажу наглядно, как это выглядело у меня уже на объектах, которые я закончил. То есть, вот смотрите. Казалось бы, сейчас просто надо обшить все это хаубергом. Но, видите? Здесь оцинкованный слой. Он примерно 20 сантиметров. Он как раз закрывает ту часть, которую мы обработали. После чего будет нанесен хауберг. Его задача какая? Чтобы вода, которая попадает сюда брызгами в виде дождя и так далее, минимизировала возможность попадания на саму избишку. Тем самым, у избишки у нас проживет долгие годы. То есть, вот так протягивается все это оцинкованным слоем небольшим. И потом начинаем колотить хауберг. Сейчас строим с сыном под систему металлическую везде по периметру. Потому что, кроме как вертикальные, я еще горизонтальные пущу над окном и под окном. И начинаем обшивать все это дело уже USB. Все очень круто, друзья, но есть одна проблемка. Как обычно, Дениса молодец. Буду менять на новые деревяшки. Иди ко мне. Сидеть. Нельзя. Аккуратно. Иди. Так, братцы. Ну, работа идет. Получилось у нас это вот так. Я считаю, это более чем шикарно. Вот. И сейчас весь дом уже защищен. Не смотрите на верхнюю неровность. Она на самом деле никак не играет никакой роли. Потому что это чисто вентиляционный впаз. Для того, чтобы был продух. Здесь я потом поставлю отлив под вот этот. Вот так. И он будет здесь иметь сантиметровую полоску защиты. Окна тоже сейчас обработаем. Будет здорово. Так. Ну, я считаю, работа проделана очень даже неплохая за эти дни. Посмотрите. Вот это все мы сделали с сыном за выходные. По-моему, даже очень круто. Не знаю, сколько времени ушло у меня сегодня на видос. Но Хауберг опять переносится, друзья, на следующий выпуск. Добавились окна. Это сауна и душевая. Они у меня уже были здесь давно. Просто год я их не мог вырезать. Ну, не было смысла вырезать. Потому что вставлять фрамуги было рано. Сейчас уже как раз ко времени. В общем, это все, что я хотел вам сегодня показать. В следующем выпуске, я надеюсь, мы будем с вами делать полки, шкафы, гардеробные, которые мы ставили, помните, зеркальные двери. Там у меня своеобразная идея. А чтобы вы понимали, вот это и будут направляющие для них. Я уже привез. Сейчас буду варить. Ну, и потом вам показывать. Я рад был вас сегодня видеть. Давайте, до скорых встреч. Пока. Пока.